Разве нет Бога в Израиле? Четвертая книга царств, глава первая, с первого по восьмой стих. И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог, и послал послов и сказал им, «Пойдите, спросите у Вильзывула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Ильи Фесвитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзывула, божество Аккаронское?» «За это так, — говорит Господь, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, «Что это вы возвратились?» И сказали ему, «Навстречу нам вышел человек и сказал нам, «Пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, «Так, — говорит Господь, — разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вильзывула, божество Аккаронское?» «За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им, «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему, «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим». И сказал он, «Это Илья Фесвитянин». «Размышления, часть первая. Наш прочный якорь в бурях». Четвертая книга царств. Глава первая. Первый и второй стих. «Царь Ахозия ищет водительство у чужого божества, а значит, он не доверяет Господу Богу Израилеву. Испытание часто служит проверкой глубины нашей веры. И потому, какие решения мы принимаем в трудные моменты жизни, видно состояние нашего сердца. Легко говорить о вере, когда все идет хорошо, но как только над небе начнутся оббираться тучи, только крепкая связь с Божьим Словом поможет нам устоять. «Писание служит якорем, обеспечивая нам стабильность и уверенность посреди жизненных бурь. Да, наша вера будет жестко испытана, но не бойтесь, ибо Бог с нами. Он за нас, и Он дает нам силу». Применение К чему или к кому вы обращаетесь, когда жизнь трудна? Какие стихи из Библии помогают вам и поддерживают вас в сложные времена? Пророк Илья передает Божье Слово, обращенное к Ахозии. «Ты должен был спросить у Господа, но ты обратился к идолу». Бог не раз доказывал верность своему народу, но царь все равно обращается за водительством к Велезевулу. И Бог выносит свой суд. Царь умрет. Это наказание еще раз показывает, насколько Господу важно, чтобы мы всегда всем сердцем доверяли Ему. Какими бы ни были наши обстоятельства, хорошими или сложными, когда мы обращаемся к Нему, Он видит, Его авторитет для нас не пререкаем. Но как только мы отказываемся приходить к Нему, Бог взывает к нам через Своё Слово и через других верующих, чтобы дать нам возможность раскаяться и обратиться к Нему. Когда такое случается, не упустите эту возможность, чтобы не было слишком поздно. Применение. В каких ситуациях вам бывает сложно доверять Богу? Почему мы можем Ему доверять? Молитва дня. Отец Небесный, я нуждаюсь в Тебе, когда мне плохо и когда хорошо. Я хочу в любые времена первым делом обращаться за помощью к Тебе. Помоги мне всегда помнить, что я нуждаюсь в Тебе, даже когда мне так не кажется. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео.